МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Азербайджанцы осквернили мемориал, посвященный погибшим воинам-освободителям Бертацора, Западной Армении и промышленность. Мученики Западной Армении Джипраэл и Бликча. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 25 мая с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армену Исаакян. Напомнив, исполнилось 11 лет со дня основания Национального собрания Западной Армении. По случаю очередной годовщины состоялась встреча Национального собрания на платформе Zoom. Первый президент Западной Армении Армен Акабр Амян представил вызовы Западной Армении, сегодняшнюю стратегию, внешнюю и внутреннюю политику, вопросы обороны и те работы, которые необходимо выполнить в будущем. В рамках встречи в Zoom председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутинян подробно представила декларацию о формировании Национального собрания Парламента Западной Армении. Пресс-секретарь правительства Республики Западной Армения представила отрывок речи президента Республики Западной Армении Литии Маркусиан. Речь пресс-секретаря доступна по указанной ссылке. Сотрудники правоохранительных органов Восточной Армении третий день проводят обыски в квартирах глав общин и мэров, вынужденно перемещенных из Республики Арцах. Два дня назад правоохранительные органы Восточной Армении провели обыск в квартире мэра Аскирана, оккупированного со стороны Баку Айка Шамиряна, после чего он был арестован через день с решением суда. В качестве меры пресечения был избран домашний арест. Вчера сотрудники правоохранительных органов арестовали мэра Марта Керта Мишу Гюрджана. Ему также предъявлены обвинения. Сегодня прошел обыск в квартире мэра Степана Керта. Мэра Аскирана и Марта Керта обвиняют в нанесении крупного финансового ущерба государству. Речь идет об автомобилях, находящихся под контролем муниципалитетов, которые были экспроприированы Советом и ставлены в распоряжение мэров. В беседе с журналистами бывший госминистр Арцаха, бывший защитник прав человека Артак Бегларян, коснувшись уголовных преследований в отношении армян Арцаха и их реальных делей, заметил. Все понятно и ясно. Правоохранительные органы выполняют политический заказ. Идет политический процесс. Репрессии против арцахских армян усиливаются. Это очень неприемлемый процесс. Я не в курсе подробностей тех юридических процессов, но, по крайней мере, насколько это вообще известно, для меня все это очевидно. Во-первых, период был выбран не случайно. Это кульминационный период движения, где арцахцы и различные деятели Арцаха принимают важное участие, в том числе руководители общин в качестве основных мобилизирующих деятелей и действующих лиц. Уголовные производства, начатые против мэров Аскерана, Марта Керта и Степана Керта, неприемлемы, поскольку явно имеют политический подтекст. Нет сомнений, что эта серия будет продолжаться. Об этом на своей странице в Фейсбук написал защитник прав человека Арцаха Герам Степанян. Случайно ли, что эти необоснованные разбирательства начались после того, как руководители указанных общин приняли участие в нескольких встречах? Что касается фактических и правовых оснований, то и здесь возникают серьезные вопросы. Поставив перед фактом руководителей и старейшин данных общин, уполномоченные органы Восточной Армении заставили их приватизировать принадлежащие общине автомобили, чтобы можно было провести государственный учет. Это еще один пример, что происходит, когда власти Восточной Армении игнорируют права и потребности народа Арцаха и избегают системных решений. Азербайджанский блогер Кемран Размовар, выделяющийся в интернете своей ненавистью к армянам, видеороликами, высмеивающими армян и проповедующими нетерпимость, несколько дней назад опубликовал видео, где видно, как азербайджанцы оскверняют память погибших азадомартиков 51-го батальона. Памятник окрашен красной краской, освернен различными надписями, нижние части разрушены. Резолюция 2582 об уничтожении культурного наследия в Арцахе, принято Европейском парламентом в 2022 году, в которой Европейский парламент обязал Баку обеспечить исключение любого вмешательства в области армянского наследия, соблюдать принципы аутентичности наследия и проводить реставрационные работы исключительно в соответствии с этим принципом. Осквернение памятника также нарушает критерий культурной значимости наследия, установленный Бурой Австралия и Коммос по уставу 1999 года. В связи с уничтожением исторических свидетельств следует отметить, что по критерию культурной важности сохранение исторической ценности наследия означает то, каким образом сохраняются исторические свидетельства ценностей. До Первой мировой войны армяне занимали влиятельное положение в крупной и внешней, внутренней торговле, промышленном производстве, банковских операциях Османской империи, сосредоточив важные экономические рычаги страны. По сравнению с армянской, турецкая буржуазия находилась в производном состоянии и не составляла значимого элемента в османской экономике. Власти и младатурок были очень обеспокоены тем фактом, что экономическое и материальное расширение возможностей армян станет основой для их завтрашних политических побед. Постепенно у турецких властей крепла уверенность в том, что рано или поздно вчерашние подвластные армяне захватят их власть, как они это сделали в сфере экономики. Организаторы совершенного против армян геноцида, помимо политических целей, намеревались также избавиться от экономической конкуренции армян. Уничтожив армян, проживающих в Османской империи, младатурецкие власти устранили с экономической ареной своего могущественного конкурента. За счет своего богатства смогли покрыть огромные военные расходы и выплатить огромные внешние долги, угрожавшие независимости страны. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. Джепраэл Ибликчан родом из Кесарии, жил в Константинополе, занимался торговлей, основал торговый дом Ибликчан. 18 апреля 1915 года был арестован, далее убит по дороге в Диарбекир. Джепраэл Ибликчан – жертва совершенного против армян геноцида. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие в вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезрители, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, Western Armenia TV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!